Сложно комментировать, когда такой крупный счет. Любой комментарий, конечно, зависит от результата. Мы знали, что наш соперник начнет агрессивно, попытается нас прессинговать, даже создал несколько полумоментов. Но потом мы взяли под контроль игру и уже ее не отдавали. Мы забили два гола в первом тайме и, думаю, результат матча был решен. Второй тайм начали неважно. Больше мячом владел Арсенал и создал несколько моментов. Но потом мы взяли игру под контроль и довели матч до логического конца. У Арсенала хорошая группа игроков с хорошими качествами. Может быть, у них сегодня не все получилось. Думаю, что для них сегодня это недоразумение. И в дальнейшем они будут совсем по-другому выглядеть. Во-первых, хочу извиниться перед болельщиками. То, что мы не смогли сегодня по-настоящему побороться с зенитом. Фактор быстрого гола, уверенность у соперников. И так... Ну, соперник доминировал на протяжении всей игры. В принципе, заслуженно победил. Другое дело, даже при счете 2-0, еще можно было не то, что спасти игру, но хотя бы забить мяч и как-то можно было вернуться в игру. Но это не произошло. Попустил третий мяч и практически команда в силу руки. Хотя соперник забил сегодня все, что мог забить. Практически так. Да там даже не в центре обороны. Там игра средней линии прежде всего. Потому что проникающих атактов не было. Там практически было... Они били из-под защитников. И там не позиция группы только нет. Там позиция центральных хауф. Там из этих позиций забивали. Там три полузащитника должны играть компактнее значительно. Они должны просто были играть очень узко. И центральные защитники. В три защитника играют очень узко. У нас дали Борисову Собода. И там практически был розыгрыш в центральной зоне. Там Сашки одной было мало. Я пытался взбудоражить их. Пытался включить в игру, навязать, чтобы они начали бороться. И, говорю, важен был мяч. Попытался забить голову, чтобы он вернул игру какую-то надежду. Попытались, попытались. Но сегодня соперник доминировал по всем показателям. Мы тяжело выбегали. Проблемы в атаке, которые у нас были, они очевидны, они объективны. У нас имеются три нападающих, на которых могли рассчитывать. И явно мяч там не цеплялся. Мы тяжело выходили. А если выходили большими силами, теряли контратаки. С линитом играть, выходить в атаку большими силами нельзя. Надо очень так, компактно жалить и езжать целостность. Как раз мы это не сделали. Да он, во-первых, контейнер пропустил много. И чувствовал, что он не в том состоянии, в котором был до травмы. Это ощущалось и по ходу матча. И я, в принципе, рассчитывал, что максимум, что он может сделать, это тайм-полтора. Потому что чисто физиологически он много пропустил. И поэтому под него замена готовилась. Там единственное, что неудачно, конечно, Андрей Горбанец, он в хорошем состоянии. Эта замена была вынужденная. Так, конечно, мы подменили бы нападающего. Потому что там явно не хватало игрока, но там израсходовано. Спасибо. 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 Спасибо.